Следствие ослушания Ослушание имеет скверные, порицаемые последствия, наносящие вред сердцу и телу в этом мире и в мире вечном, о котором известно лишь Аллаху. К этим последствиям относится лишение знания. Ведь знание — это свет, который Аллах помещает в сердце, а ослушание его гасит этот свет. Когда имам Аш-Шафий сидел перед имамом Маликом, читая, тот удивлялся смышленности и сообразительности, которую он видел в нем, и глубине его понимания. И он сказал ему, «Поистине я вижу, что Аллах поместил в сердце твое свет. Не гаси же его мраком грехов». И Аш-Шафий, да помилует его Аллах, сказал, «Пожаловался Уаки, я на плохую память. А он посоветовал мне от грехов отказаться. И сказал мне, «Знай же, что знание почетно, а почет никогда не даруется грешнику». И подобно тому, как богобоязненность помогает обрести удел, отказ от богобоязненности влечет за собой бедность, и нет лучшего способа получения удела, чем отказ от грехов. К последствиям ослушания относятся и ощущаемое грешником отчуждение между ним и Всевышним. Эту отчужденность не восполнить никакими удовольствиями. Среди них не найдутся способные заполнить эту пустоту. Более того, если даже собрать все удовольствия мира этого, они не смогут заполнить эту пустоту. Но ощущает это лишь тот, в чьем сердце есть жизнь, поскольку рана не причиняет мертвому боли. И если бы единственным поводом для оставления грехов было бы стремление избежать этой отчужденности, то и тогда каждому разумному следовало бы отказаться от них. Один человек пожаловался некоему обладателю знания на отчужденность, которую он ощущал в душе своей. И тот сказал ему, «Ты позволил грехам от Аллаха тебя отдалить, так оставь их, чтобы близость к Аллаху опять ощутить». Нет для сердца ничего горше вызываемого грехами чувства отдаленности от Аллаха. А Аллах тот, кого просят о помощи. К последствиям грехов относится и отчужденность, возникшая между грешником и людьми, особенно благими из них. Он ощущает их отдаленность от него. И каждый раз, когда это ощущение усиливается, он все больше отдаляется от них и от их собраний, и тем самым лишается благодати получения пользы от них и приближается к партии шайтана в той мере, в которой он отдаляется от партии милостивого. Это ощущение усиливается до тех пор, пока окончательно не закрепится в нем. И в конце концов такое же отчуждение возникает и в отношениях грешника с его женой, детьми и родственниками. И даже по отношению к самому себе он начинает испытывать подобное ощущение. И мы видим, что он как будто становится чужим для самого себя. Один из наших праведных предшественников сказал, «Поистине, ослушиваясь Аллаха, я вижу, как это ослушание проявляется в нраве моего верхового животного и в характере моей жены». К последствиям ослушания относятся и затруднения, с которыми он сталкивается. За что бы он ни взялся, он обнаруживает, что все пути либо закрыты перед ним, либо крайне трудны. Богобоязненному облегчаются его дела, тогда как для отказавшегося от богобоязненности все, напротив, усложняется. Остается лишь удивляться тому, что раб Аллаха, обнаруживая, что пути блага и пользы закрываются перед ним, и все дела становятся трудными, не понимает, почему это происходит. К последствиям ослушания относится мрак, который грешник ощущает в своем сердце по-настоящему, подобно тому, как ощущает он непроглядный мрак ночи, когда она опускается. И мрак ослушания воспринимается сердцем грешника так же, как воспринимается ночная мгла взором его, ибо поистине покорность — свет, а ослушание — тьма, и чем гуще мрак, тем растеряннее чувствует себя человек. Он впадает в нововведение, заблуждение и в то, что влечет за собой гибель, сам того не ощущая, подобно слепому, который вышел в ночную тьму и идет в одиночестве. Этот мрак сгущается до тех пор, пока не начинает проявляться в глазах человека и продолжает сгущаться, пока не покроет лицо его, становясь чернотой, видной всякому глазу. Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал, «Поистине благое дело приносит сияние лицу, свет сердцу, увеличение удела, дает силу телу и внушает сердцам творений любовь к вершащему его. И поистине ослушание приносит черноту лицу, мрак сердцу, слабость телу, уменьшение удела и внушает сердцам творений ненависть к вершащему его». Аль-Хасан Аль-Басри, да помилует его Аллах, сказал, «Поистине человек совершает благое дело, и оно становится светом в сердце его и силой в теле его. И поистине человек совершает скверное дело, и оно становится мраком в сердце его и слабостью в теле его». Привел ибн Абеддунье. К последствиям ослушания относится ослабление сердца и тела. Если говорить об ослаблении сердца, то тут все очевидно. Ослушание ослабляет сердце до тех пор, пока совсем не лишит его жизни. Что же касается ослабления тела, то сила верующего в его сердце. И чем сильнее его сердце, тем сильнее его тело. А нечестивец, даже сильный телом, оказывается крайне слабым тогда, когда требуется сила. Его сила подводит его, когда он больше всего в ней нуждается. Достаточно посмотреть на тела персов и византийцев и на то, как они подвели их как раз тогда, когда они больше всего нуждались в них. И обладатели веры победили их силой своих тел и своих сердец. К последствиям ослушания относятся и недоступность покорности. Если бы единственным наказанием за грех было отвращение человека от покорности, способной стереть этот грех, и отрезание пути к следующей покорности, так что в результате человеку отрезается и третий, четвертый, и последующие пути к покорности, пути ко многим проявлениям покорности, каждая из которых лучше этого мира со всем, что в нем. Этого было бы достаточно. Это подобно тому случаю, когда человек принимает пищу, вызывающую у него недуг, который лишает его возможности вкусить много разных блюд, намного лучше съеденного им. А Аллах тот, кого просят о помощи. К последствиям ослушания относится и то, что оно укорачивает жизнь человека и лишает ее благодати, и это неизбежно. Ведь подобно тому, как благочестие продлевает жизнь, нечестие укорачивает ее. Ученые разошлись во мнениях относительно этого вопроса. Одна группа сказала, что под укорачиванием жизни ослушника подразумевается лишение ее благодати. Это один из результатов грехов. Другая группа сказала, что жизнь ослушника действительно укорачивается, подобно тому, как уменьшается удел. Аллах создал причины для увеличения удела, и точно так же он создал причины для увеличения благодати жизненного срока. Они сказали, что нет ничего невозможного в увеличении жизненного срока, обусловленном определенными причинами, подобно тому, как он может сокращаться по определенным причинам. Конечно, удел, жизненный срок, счастье и несчастье, здоровье и болезнь, богатство и бедность предопределены всемогущим и великим Господом. Однако он же предопределяет, какие пожелает причины, приводящие к предопределенным им следствиям. Еще одна группа сказала, что влияние грехов на укорачивание жизненного срока следует понимать в том смысле, что истинная жизнь – это жизнь сердца. И поэтому Всевышний Аллах сказал о неверующем, что он мертвый, а не живой. Как сказал Всевышний Аллах, они мертвы, не живы. Сура пчелы, аят 21. Настоящая жизнь – это жизнь сердца, а жизнь человека измеряется тем, сколько он прожил ради Аллаха, ведь именно это время и составляет его жизнь. Благочестие, богобоязненность, покорность увеличивают его жизнь, ту самую жизнь, без которой нет ему жизни. Если говорить в общем, то когда раб Аллаха отворачивается от Господа и занимает себя ослушанием, он упускает дни своей настоящей жизни, и эту потерю он остро почувствует в судный день. Тогда он будет восклицать, «Лучше бы я заранее позаботился о своей жизни». Сура рассвет, аят 24. При этом непременно имеет место одно из двух. Либо он, живя, стремился обрести что-то из благ мира этого или мира вечного, либо нет. Если он не стремился к этому, то получается, что он напрасно прожил всю свою жизнь. Если же он стремился к этому, то значительно удлинил себе путь к желаемому по причине препятствий, и ему трудно было воспользоваться причинами блага, в той мере, в которой он был занят противоположностью этих причин. Это настоящее укорачивание жизни. Суть вопроса в том, что жизнь человека измеряется продолжительностью его настоящей жизни, а у него не может быть жизни без устремленности к Господу, наслаждения любовью к нему и поминанием его, и предпочтения его довольства. Субтитры создавал DimaTorzok